В России может появиться новый вид транспорта. Хайперлуп. Идея его создания выдвинул американский бизнесмен Илон Маск еще в 2013 году, но воплощать свою идею не стал. Слишком много тогда он показался чем-то нереальным. В плане реализации, тем не менее, за расчеты Илона Маска, которую он обнародовал, ухватились инвесторы. Почему? Для начала напомним, что такое Хайперлуп. Это сверхскоростная система поездов. Она состоит из стальных труб. По идее, внутри со скоростью до 1200 км в час может перемещаться поезд в виде герметичной капсулы на аэродинамичной подушке. Расстояние, например, от Москвы до Санкт-Петербурга или от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса, это около 600 км, такая капсула может преодолеть всего за полчаса. Проектом Маска заинтересовался стартап Hyperloop One, который начал развивать его в 2014 году. Основным инвестором стал венчурный капиталист Шервен Пишевар, а позже российский бизнесмен Зеевуддин Магомедов вложил в проект 50 миллионов долларов. На прошлой неделе стало известно, что и миллиардер, и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон подключились к созданию высокоскоростного вакуумного поезда. Правда, сумма его инвестиций в проект пока не называется. В интервью РБК Магомедов рассказал о роли Брэнсона в этом проекте и о перспективах нового вида транспорта, и в том числе в России. А какую роль вы ему отводите? Очень многие, когда узнали об этой новости, говорили, что Ричард Брэнсон профессиональный маркетолог. Ну, так вот, по-хорошему. Его основное состояние сейчас формируется за счет роялти использования бренда Virgin Group. А здесь до конечного потребителя, как такового, еще далеко. Значит, он ориентирован на рекламную кампанию для инвесторов новых? Вы знаете, я бы так не сказал, потому что, как вы, наверное, знаете, помимо того, что по психотипу он визионер, он еще все-таки достаточно такой прикладной бизнесмен. И, собственно, он достаточно активный и многие годы вовлечен, соответственно, в транспортную отрасль. Вы знаете, он занимался авиаперевозками и так далее. Поэтому я полагаю, что, безусловно, помимо маркетинговой девелоперской функции в проекте и помимо его визионерства, наверное, у него есть еще дальние стратегические цели, которые будут приземлены, нателенные практические проекты в тех или иных географиях. Вы анонсировали строительство магистрали в России. А можете детально рассказать, что именно будет строиться в России? Я, собственно, уже несколько ранее анонсировал стратегию российскую сопредельную, СНГ. Мне кажется, есть с точки зрения пассажирского сообщения два больших проекта. Москва-Санкт-Петербург, Москва-Сочи. С точки зрения, наверное, московской агломерации, под которой подразумевают центр Москвы и сообщения с аэропортами. С точки зрения грузового сообщения, мне кажется, один большой проект, но он очень большой. Это Китай, Казахстан, Россия и Европа. Это 10 тысяч километров. Мы сделали сравнение со всеми существующими видами транспорта, с обычной железной дорогой, с железной дорогой высокоскоростной, с авиационным сообщением, с морским сообщением. Хабирлуп, безусловно, выглядит по всем параметрам лучше. А спрос-то будет на эту технологию? Спрос всегда зависит от совокупности факторов и от трендов, которые происходят в мире. В мире происходит глобальная агломерация. Вы знаете, что к 30-му году будет жить 60-65% города. К 40-м, 50-м годам будет жить 7-75% города. Сейчас это уже 51%. Первое. Второе – это экологичность. Это экологичный вид транспорта. Третье. С точки зрения бизнес-модели, это дешевле, чем высокоскоростные магистрали в Капикс сегодня. Это дешевле в ОПЕКСе в разы. Это для каких индустрии получится дешевле? Вот смотрите, сегодня среднее время, которое затрачивается на перевозку одного контейнера в Европу – 40 дней. Среднее время, которое занимает логистика одной посылки с Китаем в Россию – 5 дней. Хотя там один из крупнейших провайдеров в мире Alibaba поставили себе цель 72 часа глобально. Соответственно, ни в СМ, кроме авиационного сообщения, ни один, скажем, другой вид транспорта не способен сегодня дать такую опциональность. Гиперлуп это сделает. Это два дня. С остановками, там будет нескольких. По территории России, понятно, будет сухой порт, на территории Казахстана будет сухой порт, в Европе будет сухой порт. То есть там, где происходит выгрузка, и такие хабы сухие порты. Нет ли у вас опасений, что все-таки разработанная технология Гиперлуп, она перепрыгнет в свое время, и спроса на нее не будет? Спрос есть. Я назвал вам цифрой – полтора триллиона долларов. Это только транспортная инфраструктура. С точки зрения конкуренции. Экономическая модель сегодня выглядит более конкурентоспособной. Дешевле только автомобильная дорога и железная дорога существующая. Но железная дорога не выигрывает сравнение с точки зрения ОПЕКСа в разы дороже. Ни с точки зрения скорости. То есть это сегодняшняя железная дорога 12 дней. Хаберлуп – два дня. В СМ – это, я думаю, 7-8 дней. И надо понимать, иметь в виду, что в СМ – это еще колея и перекладка. На территории Казахстана, Китая – это перекладка 14, 35, 15, 20. И обратно на территорию России, Европы – это снова перекладка. То есть по одному дню мы потеряем только на этих двух участках. Плюс 5-6 дней. И что дает ВСМ? 250 км в час. В любом случае это 7-8 дней, как минимум. А логистика, она штука жестокая. Грузоотправители, грузокосолидаторы, Alibaba, Amazon и так далее, они очень так поджимают в этом плане инфраструктурные вещи. И требуют большей скорости. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...